Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня стихия земли, знаки зодиака, тельцы, девы, козероги. Символон расскажет нам, что же будет происходить в ближайшую неделю. Не забывайте, кстати, об акцинденте, восходящем знаке. Рассчитать ваш акциндент вы можете в интернете. Забейте в поисковик акциндент и вам выдаст большое количество сайтов, где вы просто вводите свою дату рождения, время рождения и место рождения. Опять же, если вы не знаете время, по-моему, там ставится 12 часов ночи. По-моему, ставится полночь. Но опять же, зайдете на сайт, там все объясняется. По той простой причине, что акциндент тоже влияет на нас. Я, например, водный знак, я рыбка. Акциндент у меня в близнецах. И хочу вам сказать, что даже в моем характере есть много от воздушной стихии. И когда идут события, я сама делаю вам расклады, Ну и, соответственно, расклад и для меня идет. Я понимаю, что для меня актуален и расклад стихии вода, и расклад стихии воздух. Поэтому смотрите оба расклада для того, чтобы вы получили полную картину. В конце расклада я выложу карту на исполнение желаний. Я сейчас уже не каждый раз это делаю. Вы уж простите, забываю. Хорошо, что я сделала перестановочку на столе. Тут у меня камера чуть не свалилась. Что-то там ослабились крепежи. Так пришлось это все закреплять заново и выставлять все это заново, чтобы можно было снимать. Ну и, конечно же, я вспомнила, потому что карты лежали, а тут они попали как раз. Они все время лежат на столе, где я работаю. Ну, а не попали в поле зрения, и я подумала, что хочу вас побаловать исполнением желаний. Поэтому досмотрите это видео до конца. В конце будет карта на исполнение желаний. Ну что, мои дорогие, мои дорогие рассудительные. Ну, в основном, да, в основном, особенно козероги, они упрямые, но довольно-таки рассудительные. Карты уже хотят рассказывать. Сосредоточьтесь на себе любимых. У меня вдруг из головы вылетело все, что я хотела сказать. Вы уж простите. Такое тоже бывает. Сделайте себе комплимент, улыбнитесь, похвалите себя. И это надо делать постоянно. Каждое утро просыпайтесь и хвалите себя. И знаете как, даже не важно. Вот проснулись, даже еще не открыли глаза. Улыбнитесь. Попробуйте. Денег-то не стоит. Это же, знаете как, попробовали, попробовали один раз, попробовали два раза. На третий раз почувствуйте вот именно изменение состояния. А это настолько приятно, когда просыпаешься с улыбкой. Ну, я сейчас иногда просыпаюсь, не каждый день, но просыпаюсь иногда. У меня вот такое чувство. Я люблю вас, люди. Не знаю, вот это вот то, о чем я говорю. Знаете, когда ты наполняешься любовью. И это любовь, как вот через край. Вот эти, как когда льется фонтан и сфонтанировать начинает. Это вот эти ощущения. Они прекрасны. И они, кстати, задают тон на весь день. Когда просыпаюсь вот с такими мыслями, с таким выражением, то целый день идет, как, знаете, вот как летаешь. Если хотите летать, делайте то же самое. Если я это могу, значит вы это тоже можете. Ну, что, мои дорогие, готовы? Пусть символон расскажет нам, что же произойдет на ближайшей неделе. Ну, что, работать очень много работы будет. Будет очень много работы. И эта работа будет, знаете, как вам будет нелегко. Из того, что я вижу здесь, для тех, у кого есть какие-то легальные, ну, какие-то вопросы, связанные с документами, с судами, с чем-то, вот с чем-то таким, я хочу вам сказать, не спешите. Не спешите подписывать, не спешите соглашаться. Я вижу, что вам нелегко. Вот такое чувство, что вас кто-то пытается склонить к принятию того, что вам не по душе. Поэтому, если у вас есть такие, такие ситуации, слушайте, ну, что ж такое, у меня вылетают слова из головы. Если есть такие ситуации, то, пожалуйста, не спешите, не позволяйте никому на вас давить и не позволяйте, и подписывайте все только тогда, когда проверите вы. А еще лучше, чтобы была какая-то помощь, и кто-то, кто владеет вопросом, помог. Да, есть же нотариусы, адвокаты, я не знаю, как у нас есть такое название, как паралегал. Вот, это, по-моему, как что-то вроде нотариуса, но в разных, ну, в разных сферах есть. Вот, есть сферы, которые только утверждают документы, есть такие, которые именно разбирают эти документы, и они соблюдают вашу сторону, поэтому они вам скажут все подводные камни того, что в документе написано. Поэтому, пожалуйста, не подписывайте, ничего не проверьте. Еще что я хочу сказать, что если идут какие-то праздники, выходные, не работайте в них, дайте. Вот тут я вижу ситуации, что вы работаете на износ. И уже пришло такое время для тех, смотрите, это общий расклад, для тех, для кого это актуально, пришло время, что вам надо посвятить время именно себе, посвятить немножко отдохнуть. Знаете, вот хотя бы выспаться по той простой причине, что я вижу, что вы устали, и опять же, смотрите, посмотрите вокруг себя. Вот у меня такое чувство, что кто-то в вашем окружении пытается вас использовать. Использовать это может быть в разном. Иногда человек просит помощи, конечно, помощь оказывать надо. Но тут я вижу, что тут не просто просят оказание помощи, а уже так привык кто-то в вашем окружении к тому, что вы соглашаетесь постоянно, что человек перестал учитывать ваши интересы. Вот что я здесь вижу. Смотрите, чтобы все вокруг, потому что из окружения я вижу, что люди, кто-то перестал учитывать ваши интересы. Если у вас в отношениях что-то происходит, и я чувствую, что вам стало тяжело, то же самое, вы себя поставили так, что ваш партнер или партнерша, опять же, тут нету принадлежности к полам. Тут может быть как мужчина, так и женщина. Ваш партнер настолько привык к тому, что вы безотказны, к тому, что с полуслова вы все понимаете и сразу стремитесь это выполнить. Вот тут я даже не понимаю, потому что это знак зодиака, знаки зодиака стихии. Земля, и вы обычно очень рассудительные, но тут такое ощущение, что вы просто не оценивая в душе, нужно вам это, не нужно вам это, хотите вы этого, не хотите вы этого. Тут вы идете и делаете, но оно не приносит вам удовольствия. Тут могу посоветовать, есть у меня видео, если вы хотите именно понять, что как происходит. И что же, собственно говоря, с этим делать. У меня есть видео, скажи нет, для собственного счастья. Хотя, хотите смотрите, я же не заставляю вас смотреть это видео. Я просто хочу вам сказать, что всегда, и тут я же говорю, тут я, опять же, это и во всех ситуациях я вижу, что прежде чем согласиться, возьмите всегда тайм-аут, возьмите всегда какое-то время. Время, время это не значит там день, два, три, четыре, пять, нет. Время это может быть даже две минуты, три минуты, пять минут. Не отвечайте сразу, не отвечайте импульсивно. Первое, почувствуйте, что же ваша душа вам говорит. Вы сразу почувствуете этот дискомфорт, если что-то не по вам. И как, если вы почувствовали дискомфорт, неважно кто и что вас просит. Надо отказать. По той простой причине, что удовольствие эта помощь вам не доставит. И никакого позитива, именно вот позитивного выхлопа вы не получите. И из-за вашего состояния, вот состояние этих людей, которые просят вас о помощи, оно вызовет не благодарность, а человек найдет какие-то причины, чтобы не только не благодарить, а найдет какие-то изъяны, будут какие-то придирки. Поэтому, чтобы этого избежать, вот тут я это все вижу, но, чтобы этого избежать, прежде чем на что-то соглашаться, подумайте и почувствуйте. И еще, в вашем окружении еще есть человек, который не совсем честит с вами. Я не говорю, я не вижу здесь никаких негативных событий, я не вижу никаких негативных последствий. Я только вижу, что есть человек, что, знаете как, он презентует себя не тем, кем он является на самом деле. Поэтому присмотритесь. Если вы найдете этого человека в вашем окружении, то, я надеюсь, вы почувствуете, найдете, увидите, то я понимаю, нет, никаких, не надо никаких разборок, не надо никаких претензий, не надо ничего говорить человеку. Просто постарайтесь свести с этим человеком общение до минимума. Я вам честно скажу, что бывают ситуации, что это даже родные и близкие люди, с которыми невозможно не общаться. И даже понимая, все получается, что надо общаться. Защищайтесь от таких людей. Как ставить защиту, я не помню, или у меня есть видео на эту тему, но я могу вам сказать, если я общаюсь с человеком, ощущения от которого не совсем позитивны, я просто представляю перед собой стену воды или стеклянную стену. можно еще представить себя, знаете, вот почувствовать себя, как будто вы вот в оболочке, знаете, мыльные пузыри. Вот как будто бы вы в этом мыльном пузыре, и эта вот оболочка вас защищает. Тогда энергетически вас никто не будет тянуть с вас энергию, потому что негативные люди, чем они опасны? Они могут прекрасней, знаете, иногда человек даже сам этого не осознает. Вампиры. Есть такое. Человек может быть прекраснейшим, но у него есть что-то в душе, опять же, это же не от него даже может на сего. Нет, вернее, если человек осознает, он от этого избавится, но мы же не можем каждого человека заставлять жить осознанно. Каждый живет, как он хочет и как он понимает. Так вот, человек может действительно вытягивать энергию, сам того не осознавая, а вы будете чувствовать слабость, плохое настроение и не физическую слабость, а вот своего рода даже апатию. Есть практики у меня для повышения энергии. высокие вибрации, я энергетик. Эти все практики, даже просто прослушивая их, вы вернете свою энергию, но тут, получается, вам надо эту энергию попытаться не отдавать. И самое интересное, что человек может говорить абсолютно невинные вещи, хотя ваше подсознание, ваша душа это почувствует. Поэтому посмотрите, прислушайтесь, прислушайтесь к своему подсознанию, прислушайтесь к своей душе. И вот вся неделя, вот все, что будет происходить, говорит о том, что вам надо прислушиваться к вашим интуициям, подсознанию, к вашей душе. Для того, чтобы избегать каких-то конфликтов, для того, чтобы избегать какого-то негатива, для того, чтобы ваше состояние было гармоничным. И так как у вас действительно вот сейчас какая-то неделя, очень нагруженная именно работой, работой, может быть, работа на работе, работа в бизнесе, работа дома. Вы же знаете, особенно для девочек. Мы работаем на работе, приходя домой, мы включаемся в домашнюю работу, и вы же знаете, никто этого не отменяет. А для этого нужна энергия, как физическая, так и душевная, моральная энергия. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь, по крайней мере, эту энергию не терять. Для тех, у кого роман на расстоянии, я рассказываю те ситуации, картинки которых я вижу. Какие-то есть препятствия для вашей встречи, вас это очень волнует. Но ваше состояние и состояние того, с кем у вас роман на расстоянии, на сегодняшний день не позволяют ситуации разрешиться. Ни внешние факторы нет, а ваше состояние. Вы уж простите, но насколько это все связано энергетически, что состояние людей может менять ситуации. И вот тут я вижу эту ситуацию. По здоровью. По здоровью хочу сказать прежде всего. Вижу психосоматику. Симптомы есть, болезней нет. Это ваш тоже настрой. Настройтесь на выздоровление. Скажите себе, что вы здоровы, потому что вы действительно здоровы. Это для тех, у кого нет подтвержденных диагнозов. Если у вас есть подтвержденные диагнозы, смотрите осторожно, чтобы не попасть на доктора Шарлатана. Будет какой-то врач предлагать вам что-то. Знайте, что слишком хорошо, чтобы быть правдой. Будьте с этим осторожны, потому что это будет не бесплатно. Вы можете потратить деньги и не получить тот результат, что вы хотите. Хотя в окружении у вас есть врач, который может вам помочь. Я вижу, что оба врача платные. Самое интересное, и тот, у которого результата не будет, и врач, который действительно вам поможет. Тут, во-первых, отзывы. На сегодняшний день все настолько облегченно, что у настоящих врачей есть и веб-странички. Есть, они в разных соцсетях, и вы можете посмотреть отзывы о врачах. Опять же, если отзывов мало, это красный флажок. Потому что, когда мало отзывов, это значит, или у человека нет еще опыта, или человек действительно, вот то, что я сказала, деньги заплатите, результат не получите. Вот. Когда у человека есть и опыт, и большое количество пациентов у врача, то и в соцсетях вы увидите огромное количество отзывов, когда огромное количество отзывов, это практически невозможно, чтобы это были заказные отзывы. поэтому обратите на это внимание. Для тех, кто в поиске или в ожидании, ждет два знакомства. У меня такое ощущение, что вы уже, вот те, кто в поиске или в ожидании, вы подустали от знакомств. но вы продолжаете это делать, но выбор ваш, я не могу вам сказать, перестаньте выходить, перестаньте знакомиться, это ваш выбор. Если вы почувствовали усталость от этого, вы можете взять перерыв и заняться только собой, вашим отдыхом, тем, чтобы, знаете, как восполнить свою энергию, но ждет два. Один молодой человек, он постарше вас, он, самое интересное, что вот молодой человек, который будет постарше вас, изначально он вам не понравится. Вот у вас будет такое ощущение, что нет, не нравится. Если дадите ему шанс, в принципе, неплохой человек, и с ним можно что-то построить. Другой человек открытый, он помоложе, помоложе, и хочу сказать, что работает в каких-то официальных учреждениях, это может быть банк, это может быть финансовая, финансовая организация, это какой-то офис. Если этот молодой человек, я вижу, что там больше какая-то рабочая профессия, то здесь я вижу, что больше что-то офисное. Это может быть даже программист, это может быть веб-обеспечение, вот все, что связано с офисами. И он серьезный, вот этот человек очень серьезный, серьезен до такой степени, что вы в начале даже не поймете, как он к вам относится. Ну, хочу сказать, что в принципе легче будет, вот, с более простым молодым человеком, который, я же говорю, он изначально вам не совсем понравится, по какой-то причине, вот легче с ним, но с этим, как бы, больше уверенности в завтрашнем дне. Вот как я вижу знакомство с этим молодым человеком. Поэтому выбор ваш, знаете, когда выбор есть, это здорово. Вот такая ждет неделя, и я говорю, я же вижу, что вы подустанете, поэтому для того, чтобы этого не произошло, я вам дала большое количество инструментов, как просто смотреть за собой, как отдыхать, и отдыхать надо обязательно, потому что моральная усталость, физическая это, нет, неплохо, а вот моральная усталость, да, она может привести к болезни. Ну, вот такая неделя, поэтому смотрите за собой, старайтесь отдыхать. Ну, и как я сказала в начале, а может не сказала, уже не помню, это не важно, карты, карта на исполнение желаний. Ну, что, думайте о своем желании, ставьте свою цель, задавайте свой вопрос, озвучивайте свое намерение. И мы сейчас посмотрим, что же сбудется, не сбудется, и что же надо сделать, чтобы сбылось. Ой, сразу. Вот насколько карты чувствуют расплат. Это карта восстановления для того, чтобы ваши желания исполнились, для того, чтобы ваши цели достигались, ваши вопросы решались в положительном ключе, вам нужно восстановиться. Не зря. Как же карты чувствуют? ну, по крайней мере, меня они чувствуют, а я мост между вами, вот я мост между вами и картами, я вот среднее звено, и карты очень чувствуют ваше состояние, поэтому для того, чтобы все спорилось, для того, чтобы жизнь била ключом, для того, чтобы было счастье, радость, удовольствие, восстановитесь, медитации, практики, восстановление энергии, пожалуйста, на мой канал, измени свою жизнь к лучшему сейчас, это плейлист, на котором вы найдете все. Кстати, есть еще плейлист обращения к ангелам, там есть обращение к Архангелу Михаилу, и я повторяю это в каждом своем видео, я не привязываю это к религии, каждый из нас своего вероисповедания, но ангелы есть вне зависимости от вашего вероисповедания, так вот, обращение к Архангелу Михаилу обрывание негативных энергетических связей, для вас это, для вашего восстановления это актуально, послушайте несколько дней, пару раз в день, просто послушайте, восстанавливайтесь, ну, а на сегодня все, желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, благосостояния, взаимной любви, всего самого-самого лучшего, подписывайтесь на канал, не пропускайте мои новые видео, они наполнены позитивом и счастьем, которые я дарю вам. Увидимся очень-очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok